Торжества в столице Республики Сербской в городе Баня-Лука начались в Храме Христа Спасителя, где игуменом Петром, наместником Свято-Труицкой Патевской обители, в сослужении русского и сербского пира была совершена Божественная Литургия. В день открытия памяти к царю-страстотерпцу Николаю II в Кафедральном соборе пел и монастырский хор Ипатевской обители, многовековой колыбели династии Романовых. Сегодня русскому сердцу и данность русскому сердцу предоставляется великая радость и возможность очередной раз в истории положить свою душу на круги своих. Баня-Лука стала первым городом в Европе, которому выпала честь открыть памятник царю-страстотерпцу Николаю II. Имя последнего российского императора тесно связано с балканской историей. В 1914 году, после начала австро-венгерской агрессии, наследный принц Сербии Александр Каргеоргиевич обратился за помощью к Николаю II. После этого Российская империя вступила в Первую мировую войну. Для сербского народа установка памятника – возможность, пусть и скромным образом, но отблагодарить царя, который не предал сербский народ и не оставил его один на один с грозным врагом столетия назад. Он исполнил тот славянский завет, который перешел к нему от предков и дал нам завет на будущее хранить эту дружбу. Невозможно говорить об истории сербского народа, не рассматривая историю народа русского. Для нас всегда были важны и значительные духовные, культурные, экономические, политические связи с Россией. Открытие памятника царю Николаю II имеет особенное значение, потому что здесь мученическая земля прежде всего, а пример царя Николая II дает нам мужество и осознание того, что наше жертва и мученичество, которое мы пережили здесь в течение нашей Отечественной войны, имеет свой смысл и свое значение. На открытии памятника царю Страстотерпцу присутствовали российские политические и общественные деятели, посол Российской Федерации в Боснии Герцеговине Александр Бацан-Харченко, президент фонда святителя Василия Великого Константин Малафеев и автор памятника Зураб Церетели. Открывали монумент Николаю II непосредственно президент Республики Сербской Милорад Додик и помощник президента Российской Федерации Игорь Щеголев. Осветил памятник епископ Баня Лукский Ефрем. Наверное, не все из вас знают, что это первый памятник Николаю II, который строится в Европе с момента его гибели. Сегодня Константин уже сказал, что и в конце 20 века русские тоже сражались вместе с сербами плечом к плечу. Нам была очень дорога та поддержка, которую сербы оказали движению в Крым. Это возможность для сербского народа частично отдать долг великому царю, русскому народу и государству за поддержку, которую мы от них получаем в решающие дни. На постаменте памятника на сербском и русском языках написано «Знак памяти о российском императоре Николае II, защитнике сербского народа и погибших воинах сербского добровольческого корпуса». Торжественная церемония открытия памятника царю Страстотерпцу украсила пение хора Ипатьевской обители, ансамбля «Казачий круг» и сербских коллективов. Торжественная церемония «Казачий круг» и сербских коллективов. Торжественная церемония «Казачий круг» и сербских коллективов. Торжественная церемония «Казачий круг» и сербских коллективов. Продолжение следует...